Воронежский факел Ворот гостей оказался на 30-й секунде Андрей Козлов уверенно выиграл борьбу наверху после розыгрыша углового У факела сразу появился основной козырь в матче Команда вела в счете К 15-й минуте рязанцам вроде удалось перехватить инициативу Гости разыграли угловой и несли первый серьезный удар в сторону ворот факела Вскоре воронежские футболисты развили свой успех Дмитрий Шестаков с углового закрутил мяч на ближний угол вратарской И Александр Оброскин головой переправил мяч цель 2-0 Исход борьбы был фактически предрешен Хотя футболисты звезды не стали опускать рук и продолжали бороться Но защитники факела работали четко и слаженно на всех направлениях После перерыва сценарий встречи не изменился Воронежцы продолжали атаковать, звезда оборонятся Замена Владимира Еремеева на Сергея Фаустова Последний один из лучших бомбардиров зоны центр Заметно освежила встречу После его сильного прострела с углового на ближний угол ворот Оброскин навязал борьбу двум защитникам И мяч рекосчетом попал в сетку 3-0 Сергей Васильев и Андрей Козлов два паса взломали оборону звезды на правом фланге И последний не оставил вратарю гостей ни единого шанса на спасение 4-0 Тем не менее Фаустов на 86-й минуте пробил в касании с линии вратарской Такой мяч голкипер гостей взять просто не смог 5-0 Мы рассчитывали играть немного по-другому Ребята попытались пойти вперед отыгрываться И у нас и сзади стройность пропала И впереди мы толком ничего не создали Единственный момент на таком результате, на такой игре Сказалось отсутствие четырех основных игроков Которые в прошлой игры получили карточки и пропускали этот матч Ну а так Воронеж победил заслуженно Я бы сказал сегодня на установке, что вы хорошо работаете на тренировках И вам осталось только и качество тренировочного процесса возрастает В принципе, я это вижу, именно об этом сказал Единственное, что остается, это перенести с тренировок на игру Как только это удастся, но все не удалось Хотя я считаю, что определенные моменты были Которыми я в принципе не доволен Теперь в активе воронежских футболистов 32 очка И девятое положение в турнирной таблице В следующем туре чемпионата России 2-го дивизиона Факел отправится в Орел, где сыграет с местным коллективом Русичи Михаил Менщиков, Игорь Наумов, Вести, Спаси